здравствуйте немножко об орхидеях посмотрите какая красота у меня расцвела смотрите какой необычной формы усатый очень красивый цветок это башмачок его зовут познакомимся поближе посмотрите какой красивый он очень неприхотливый я вам расскажу как я его выращивала выращивала я его все лето на улице и он разросся у меня до каких пределов смотрите росли они у меня три вида в одном горшке вот эти еще не успела пересадить а вот этот вот цветок башмачок вот здесь рос и раскопала и аккуратненько войну и быстрите занесла в помещении он сразу зацвел а ведь уже тоже вот надо пересадить они очень хорошо разрослись все были по по одной резеточки они пустили за лето посмотрите сколько резеточек много росли они у меня под деревом не на солнце поливала их сверху горшочек у меня двойной после полива вода стекала в нижнюю часть горшочка и здесь оставалось это я сегодня помыла так как я занесла с улицы и воду слила тоже я потрогала почва влажно мне здесь мог сверху уложенный посажена в субстрат для орхидеи плюс кокосовое волокно добавила и сверху уложила мох из лесу и набрала посмотрите как он начинает цвести вот это вот смотрите цветочек она 5 еще один пускает это не листочек это цветочки и здесь я где-то видела я думала это листик а потом присмотрелась как он пускает туда грязь попала немножко уже с улицы пришел листики ему мыть не нужно в уличных условиях так как дождь я хотела его вообще посадить ну под дерево землю потом не решилась думаю все таки это декоративное растение не привыкшая к грунту я конечно туда кокосовых волокна насыпала торфа немножко потому что земельная орхидейка ты не такая как фаленопсисе намного легче в уходе и посмотрите сколько розеточек она нарастила каждая розеточка даст один цветоносик с той розеточки который был цветоносик она второй раз цвести не будет это считается маточная розеточка у нее большие листики и она будет пускать сбоку деток это уже проверено наручно а если цветоносика не было значит обязательно будет цветоносик эти орхидейки цветут сто процентов даже не удобряя вот эту орхидею я свою за все лето ни разу не удобрила но удобрение она конечно получала с ветра дождя там тоже дождевой воде есть много микроэлементов и она получала удобрение вот видите порадовала меня я аккуратненько вынула с того горшочка посадила отдельно чтобы не терять сортовую перекрестность но она начала зарастать посмотрите какой кучи она начала обрастать вот эти вот скоро тоже перепутаю сорта вот это один сорт надо будет рассадить это другой сорт у меня здесь было три сорта видите как она красиво разрастает посмотрим розеточки подробненько одна орхидейка башмачок может дать очень много молодых розеточек посмотрите сколько когда буду пересаживать я покажу какие у нее корни какая у нее корневая система у нее другая чем у фаленопсис она много разница есть поливая ее после того как занесла в дом раз в неделю сверху пролила по краю горшка и стекла водичкой внизу там остается то есть мокрые ножки а когда она была на улице так она была прозрачном горшочки я смотрела если есть внизу водичка то не поливала если нет приходилось доливать водички по погоде смотря дождевые условия уже а сейчас вам покажу орхидею фаленопсис которые цветонос поставила вазочку мне хотелось чтобы цветонос пустил ветку сейчас я покажу что из этого получилось получилось полинопсиса мне тоже очень хорошо растут мощные листики это свет как-то не тайна падает они здоровые в основном крепкие листи отцветают и начинают опять заново расти эти цветоносы на это орхидея не обрезал ставил ее в покое целом и больше ничего здесь тоже она цвела засушила цветонос я не резал и вот она пускает новый цветоносик они у меня стоят в поддончиках таких прозрачненьких и внизу все время стараюсь чтобы была водичка а вот эти цветоносы которые стоят которые хотела пустить детку чтобы выросли смотрите немножко воды бутылка от сока такая чая ну как вам что сказать но это данная бутылка от сока внизу активированный уголь я положила таблеточку и посмотрите как они не пускают хотят жить этих цветоносики посмотрите все начинают расти прям мигом здесь два цветоносе два две почки ожили я их прищипнула потому что я думала чтобы цветов не было а были детки у меня не получилось такой эксперимент у меня вот они пускают новые продолжают свой рост усиленно это королевская белая 15 сантиметром диаметра в орхидейка я уже не могу даже вынуть показать вам ведь он не пускает пускай растет поверьте мне она и так хорошо себя чувствует концы не подогнили воды совсем немножко ведь и даже вот эта почка просыпается я пока ничего с ней не делаю оставлю в покое буду ждать новых результатов и показывать вам все на камеру пока почки начали просыпаться и это уже хорошо кончики я не обрезаю оставила все как есть затем поставила в стеклянную вазочку вот так она у меня стоит баночка стеклянная вазочка и угол в уголочек поставил рядышком орхидейка еще одна орхидейка здесь фиалочки фиалочки тоже уже надо обработать видите много деток надо их поснимать эти детки так как они останавливаются в росте а когда сниму деток они начнут свой активный рост и пойдут расти вот здесь я сняла всех лишние листочки под каждым листочком где был цветочек второй раз цвести под этим листочком фиалочка не будет видите какая она то все сортовые фиалочки они у меня растут таких пластиковых стаканчиках им все нравится вот такие цветы у меня дома а остальные цветы у меня на улице у нас еще тепло на дворе вот все зеленое я живу в одессе у нас еще тепло пеларгонии еще на улице у меня все фикусы папоротники многие цветочки еще я люблю очень много заниматься реанимашками у меня эксперименты каждый раз хочу вам показать реанимашки которые тяжело себя чувствовали эту аренимашку я неудачно отделила от орхидейки но она все равно пошла расти посмотрите какой большой корень она нарастила огромный я поставила в стаканчик это она переворачивалась поэтому и вырезала прозрачные крышечки от сметаны дырочку и вставила орхидейку можно снимать это устройство а чем немного вопросов задают как чувствовать себя орхидейка которая без корней сейчас покажу смотрите я поставила в воду вверх ногами но никак не может нарастить корни и не пропадает и не растет желая вот что-то уже пускает будем надеяться на ее выздоровление вот это можно было бы обрезать потому что она не живое ну как я обрежу если нет на листочка никакого листья повиали усохли но все равно я борюсь за ее жизнь я периодически ставлю листиками вниз потом вот так один день так один день но у меня вот так стоит водички и пока у нее нормально все вот эта орхидейка тоже была полностью без корней тари не мошечка посмотрите как она наращивает корешочки даже по моему цветоносик пустила да 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 точно она у меня растет в мох я ее посадила из лесу а внизу керамзит и керамзит к водичке дотрагивается двойной горшочек я сделал и нижний корешочек немножко достает водички и вот такая у меня сказочная реанимашка листики пятнистые цвет белая не помню ну вот она пустила уже детки не детки извините цветонос корешочки пускает хорошо себя чувствует это мне азиатская орхидейка пути рима мы на такая красивая но мы тоже хорошо растет корни у нее много воздушных корней много здесь корни хорошие это у меня орхидейка клеопатра тоже была реанимашечка тоже у нее все хорошо все замечательно ой хочу вам показать это у меня смотрите как пустила цветоносик по-моему этот цветоносик мне все-таки кажется это колода листик пошла бы пошел в рост и вот под вот этим листиком сейчас приподниму вот вот это наверное цветонос я так думаю сейчас посмотрим фиксирует с этой колоды тоже я научилась справляться видите листочек какой хороший листочек растет корни у нее хорошая она у меня стоит на системе мокрые пяточки внизу постоянно вода ворожки даже мох уже собрался но на зиму я буду менять есть систему потому что зимой подоконники холодные и нежелательно держать на такой системе вот орхидейка кимонова я покажу она была была без точки роста я неправильно отделила первую детку выросла 2 детка и вот она пускает цветоносик а пошла расти вторая детка из точки роста тоже на мокрых пяточках вот такие у меня новости на моем подоконнике спасибо всем за внимание до конца